1913 год Вот как это произошло. Ненавистная народу война шла уже более двух лет. Царские войска терпели одно поражение за другим. Немцы заняли Польшу, часть Белоруссии и Прибалтику. Все новые и новые массы рабочих и крестьян царизм гонят на фронт. Многие из них никогда уже не вернутся домой. Мобилизуются все средства транспорта. Деревня нищает. Война целиком поглощает жизненные ресурсы страны. Экономика царской России оказалась неспособной выдержать тяжесть длительного военного напряжения. Война обнажила всю гнилость царизма. В стране углубляется разруха, останавливаются предприятия. Падает промышленное производство. Сокращаются пассивные площади. Уменьшаются реальные заработки рабочих. А прибыли фабрикантов растут. Каждый новый день войны усугубляет и без того тяжелое положение страны и народа. Из прифронтовой полосы сотни тысяч беженцев устремляются в глубинные районы. Растет дороговизна. Начинается голод. Во главе растущего возмущения масс идет рабочий класс и его революционная партия большевиков. В январе 17-го года бастуют 250 тысяч рабочих России. В феврале уже 400 тысяч. В Петрограде почти все стачки политические. Большевики агитируют за свержение самодержавия и прекращение войны. На фронте начинается братание солдат. А в Государственной Думе буржуазея требует формирования правительства, способного обеспечить победу. Непрерывная министерская чехарда означает развал власти царизма. Поэтому либералы умоляют царя даровать министерство, ответственное перед Думой. Этим они надеются остановить надвигающуюся революцию и самим прийти к власти. Либералов поддерживали меньшевики и эсеры. Они против самодержавия, но за власть буржуазии и вместе с кадетами и монархистами за войну до полной победы. Рабочим же крестьянам и солдатам были близки призывы единственной партии, боровшейся за гегемонию пролетариата. Призывы партии большевиков. Свержение царского правительства и учреждение временного революционного правительства для устройства Российской Демократической Республики. Проведение восьмичасового рабочего дня. Передача всех помещичьих земель крестьянам. За выступления против войны и самодержавия на партию большевиков обрушили жестокие репрессии. Целый ряд организаций разгромлен. Многие опытные работники в эмиграции, в тюрьмах, в ссылке. Арестованы большевики, депутаты Государственной Думы. В начале 17-го года всего лишь около 24 тысяч человек насчитывала партия в своих разбросанных по России организациях и группах. Самая мощная в стране петроградская организация была опорой русского бюро ЦК, в которое перед революцией входили Русское бюро ЦК держит постоянную связь с находившимся в эмиграции в Швейцарии Владимиром Ильичом Лениным. Еще в 1915 году он писал «С самыми очередными и насущными задачами мы считаем упрочение и расширение социал-демократической работы в пролетариате, а затем распространение ее на сельский пролетариат, на деревенскую бедноту и на войско». Для связей с партийными организациями других городов бюро ЦК создало сеть разъездных агентов. Охранка сообщала «После ряда весьма чувствительных ударов, нанесенных социал-демократом-большевикам, во время которых был арестован целый ряд крупнейших и активнейших партийных работников, руководящий коллектив социал-демократов-большевиков, все же остался цел и продолжал свою подпольную работу». Это были Калинин, Чугурин, Толмачев, Егорова, Подвойский, Свешников и другие. Буржуазия в это время готовила дворцовый переворот. Заставить Николая отречься от престола в пользу его малолетнего сына Алексея, а брата царя Михаила, связанного с буржуазными кругами, сделать регентом. Царская клика задумала разогнать Государственную Думу, установить военную диктатуру и заключить сепаратный мир с Германией. Но революционные выступления масс опрокинули эти планы. 17 февраля началась забастовка на Путиловском заводе. Большевики организуют митинги, звучат лозунги «Долой войну», «Долой дороговизну», «Долой голод», «Хлеб рабочим». С митингов на демонстрацию. За стрельщиками выступают рабочие выборской стороны. Литейный мост блокирован полицией и войсками. И все же, кто по мосту, кто по льду, выборцы переходят Неву, врываются на орудийный завод и увлекают за собой тысячи его рабочих. С выборской стороны выступления распространяются и на другие районы города. Здесь, на пустынной в те годы площади, собрались рабочие Петроградской стороны и, поддержанные выборжцами, прорвались через военно-полицейский заслон в центр. Русское бюро ЦК отметило, что в этот великий день женщины первыми вышли на улицы Петрограда. Накануне большевики приняли решение превратить стачку во всеобщую. И уже бастует более половины питерского пролетариата. Опять на окраинах собираются десятки тысяч рабочих, опять всюду полицейские заслоны. Забастовщики забрасывают их осколками льда, камнями, поленьями и прорываются в центр города. Войска в этот день вели себя пассивно. Движение приобретает все более политический характер. Охранка доносила. Петроградская организация Российской социал-демократической рабочей партии решила использовать в партийных целях возникшее движение и, взяв руководство участвующих в нем Маск в свои руки, дать ему явно революционное направление. Охранка не ошиблась. Движение питерских рабочих перерастает во всеобщую политическую стачку. Бюро ЦК призывает рабочих и солдат стать под красные знамена революции. К рабочим присоединяются студенты и другие демократические слои населения. А генерал Хабалов предупреждает «Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице». В ответ демонстранты громят полицейские участки. Освобождают из тюрем политических заключенных. При этом освобожденные большевики устремляются в гущу рабочих масс. Меньшевики же спешат к Государственной Думе. Теперь судьба революции зависела от поведения армии. На завоевание солдатских масс большевики бросают своих лучших агитаторов. Среди них Скороходов, Тайми, Рошаль, Лобов и многие другие. Представители большевиков выезжают в другие города для информации о событиях в Петрограде. Утро этого дня началось спокойно. Но всюду стояли полицейские кордоны. Правительство было убеждено, что силой оружия можно подавить революцию. И в полдень колонны демонстрантов полиция встретила свинцом. Расстрел безоружной толпы вызвал возмущение и среди солдат. Большевики призывают их поддержать рабочих в борьбе с царизмом. На сторону народа начинают переходить целые подразделения. На улицах возникают баррикады. Руководящий центр петроградских большевиков решает перевести стачку в вооруженное восстание. Председатель Думы Радзянко дал телеграмму царю. Народные волнения принимают угрожающие размеры. Государь, спасите Россию! Решающий день революции. Утром к восставшим примкнуло 10 тысяч солдат. Днем 25 тысяч. К вечеру 67. Большевики усиленно вооружают рабочих. Создается рабочая милиция. Вооруженные отряды рабочих солдат занимают мосты, вокзалы, узлы связи, перекрестки. К концу дня все стратегически важные пункты оказались в руках восставшего народа. Командующий войсками Петроградского военного округа вынужден донести царю, к вечеру мятежники овладели большей частью столицы. Большевики распространяют манифест Русского бюро ЦК. В нем провозглашаются Демократическая республика, 8-часовой рабочий день, земля крестьянам, мир народам. Образован Совет Рабочих Депутатов. Образован Совет Рабочих Депутатов. Крейсер «Аврора» первым из кораблей царского флота поднимает красный флаг революции. Министры царского правительства арестованы и затем заключены в Петропавловскую крепость. Через два дня Николай Кровавый отрекся от престола. Работает Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Но большинство в его руководстве меньшевики и эсеры. Они предали революцию и отдали власть буржуазии. Второго марта было сформировано буржуазное временное правительство. После победы в Петрограде, а затем в Москве революция охватила всю страну. Только за первые десять дней марта возникло более ста тридцати советов. Революцию совершил пролетариат. Он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за собой широкие массы трудящегося и беднейшего населения, писал Ленин. В своих письмах издалека Ленин дал оценку характера и движущих сил революции. Определил классовую сущность и причины двоевластия. Показал значение февральской революции и перспективы ее развития. Февральской